В домашней мастерской двухлетний Мирон привык всё делать сам. От помощи папы отказывается. Мальчик любит проявлять самостоятельность. Правда, получается это не так часто, как у сверстников. Из-за редкого генетического заболевания спинальной мышечной атрофии Мирон передвигается только в инвалидной коляске. Больной наследует два изменённых варианта гена от мамы и от папы. И такая комбинация патогенных вариантов приводит к тому, что страдают двигательные клетки нервной системы. В разном возрасте происходит дебют заболевания, которые характеризуются нарушением двигательного развития, либо потерей уже приобретённых двигательных навыков, нарастания мышечной слабости. Куда у Мишки? В ручку? В лапку? Да. Ой, Мишки, скорее дуем, сейчас заплачет. Всё, Мишка будет здоров. Шприцов Мирон не боится, ведь с помощью так называемого «золотого укола» медики остановили прогрессирование его заболевания. Мышцы мальчика слабели, он не мог переворачиваться, сидеть, едва удерживал погремушки в руках. Год назад Мирон лёг в больницу для получения дорогостоящей инъекции «золцгенсма». Прогресс, да, конечно, идёт. Сейчас уже и появилась и опора на ноги, и он сидит уверенно, может немножко даже как-то ползать по-своему, сам садится, может там с кровати сползти. Ну, то есть он более самостоятельный, мобильный, как обычный ребёнок, только на своём автотранспорте. Теперь ежедневно Мирон восстанавливает двигательные навыки. Делать это по-прежнему непросто. В два с половиной года мальчик только учится ходить. Коленочку сгибаем, ножку ставим ровно. Давай, оп, топ, держи спинку. По словам специалистов, сейчас на счету каждая минута. Мирон ежедневно тренируется дома, но этого недостаточно. В небольшом городе Серове, где живёт мальчик, специалистов для работы с детьми СМА просто нет. Поэтому семья собирает средства на поездку в реабилитационный центр. Стоимость курса – 90 тысяч рублей. Топ, он был социализирован, общался со сверстниками, не чувствовал себя каким-то ущемлённым, каким-то особенным. То есть, ну, чтобы чувствовал себя обычным ребёнком. Перевести средства на помощь Мирону можно, сканируя QR-код, который вы видите на экране, или отправляя СМС-сообщение со словом «Чудо» и суммой пожертвования на номер 7878. Важен любой, даже самый скромный вклад. Сегодня именно ты нужен Мирону Хлыбову. Мирону Хлыбову. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...